Эта особенная выставка организована благодаря национальному проекту «Культура». Она посвящена одному из самых древних искусств в мире — ковроделию. В экспозиции нашли свое место более ста различных произведений из Дагестанского музея изобразительных искусств имени Гамзатовой. Это ковры и ковровые изделия разных форм и цветов, некоторым из которых уже более двухсот лет. Это один из уникальнейших ковров из нашей коллекции, очень редкий, он называется «Супродум». Это где-то вторая половина, может быть, последняя четверть 19 века, потому что тут нет ни одного химического цвета. То есть все цвета представлены в этом ковре натуральные. На изготовление такого ковра может уйти до года, если работать сообща. Сначала необходимо подготовить и окрасить нить, потом натянуть полотно. Можно начинать ткачество. Ковроделы иллюстрируют свои произведения богатыми узорами и разнообразным орнаментом. Для каждого человека, который как бы что-то знает о коврах, для него любой ковер – это произведение искусства. Ковер утепляет, ковер защищает, оберегает, создает уют в доме. И поэтому относиться к нему надо действительно с любовью. Помимо самих ковров на выставке можно встретить и другие произведения искусства. Живопись, которой авторы-ковроделы вдохновлялись в процессе творчества. Например, известный натюрморт с паласом Кагирова. А также вышитые предметы одежды – сапоги, сумки, аксессуары, посуда и, конечно, инструменты – прялка и гребни. Ковроделие – неотъемлемая часть творчества дагестанского народа. Столетиями они отрабатывали разные технологии. Кто-то использует ковры в качестве покрывала, кто-то вместо мебели, а кто-то привычно для нас вешает их на стены. Познакомиться с пестрыми произведениями дагестанских мастеров можно до 22 августа в Белгородском художественном музее. Сергей Черкашин, Павел Емелин. Такой день на мире Белогорья. Субтитры создавал DimaTorzok